Доброго всем времени суток, дорогие друзья! Мы продолжаем играть в The Last Door 2 сезон. Мы находимся сейчас в кабинете доктора Райта, который вроде как большой специалист по оккультизму, если верить нашему другу Кауфману. Кауфман сейчас пытается с ним как-то поговорить, повзаимодействовать, и он отправил нас, то есть Джона Уэйкфилда, изучать особняк. Чем мы и занимались в прошлой серии, но пока еще не поняли, что делать дальше. Много чего обнаружилось, конечно. Например, книги, которые запрещены государством, но взять отсюда мы ничего не можем. В камине огонь горит. И, кстати, в инвентаре у нас нет ничего, кроме лупы. Погоди, а вот на это мы смотрели? А, это пейзаж с мясными скалами, точно. Оловянный солдатик. О, я его пропустила в прошлый раз. Похоже, раскрашен вручную. Он сделан в память о какой-то неизвестной мне военной компании. В смысле неизвестной? Так может, об этой же битве, которая у Маджубы Хью происходила. Смотри-ка. Может ли это иметь какое-то особое значение для профессора Райта? Возможно, это поможет стимулировать его воспоминания. Ха, как я его так в прошлый раз-то пропустила, действительно. Он просто маленький, такой был и неприметный, что тут действительно пиксель-хантинг понадобился просто-напросто. Так, вот здесь у нас глобус с загадкой, которую я пока никак не пойму, как решить. А там дверь, за которой слышится карканье ворон. И открыть мы эту дверь никак не можем. Ну ладно, значит, взяли мы солдатика. Если Джон говорит, что солдатик может помочь, значит, наверняка так оно и есть. Пойдемте тогда на второй этаж. Так, где тут выход-то? Я что-то потерялась. А, вот, все. Тогда давайте подниматься. Не, подожди, 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 это же ванная. Нам сюда не надо пока. Пока не надо. Но потом, вполне возможно, мы там что-нибудь сделаем. Мне вот просто кажется. Так, здесь закрыто. Спальня здесь. Ну что, друг мой, ты его разговаривал? Нет? Вы узнаете это, профессор Райт? Сержанта Даунинга послали на фронт. Человек, который оттуда вернулся, был уже не сержантом Даунингом. Мой дрожайший посетитель. Он будет знать, где искать. Как же хорошо мы проведем время. Ваш посетитель? О чем вы, профессор? Он видел карту. И он узнает книгу странствий. Книгу странствий? Да, да. Он в ней разберется. Но это будет не так-то легко. Нет. Но он найдет награду. Это точно. Награду? Что, черт побери, он говорит о Каукмане? Что-то скрыто. Что-то ценное. Мог ли он в таком одурманенном состоянии спрятать часть своих исследований? Ммм. Он всегда был гордецом. Он бы так просто не забыл свою величайшую работу. По крайней мере, у него бы осталось ощущение ее вселенской важности. Возможно, он, будучи в замешательстве, где-то ее спрятал, так, чтобы этот его дрожайший посетитель смог ее найти. Почему бы вам не обыскать особняк? Возможно, в его недавней бессвязной речи было что-то здравое. А пока что я продолжу попытки оживить его память разговорами. Ну, замечательно. Просто чудесно. Профессор упоминал карту и некую работу под названием «Книга странствий». Что он мог под этим подразумевать? Ха. Я думала, Каукман мне поможет и что-то подскажет, но нет. Нифига. Это все, да? Дорожайший посетитель найдет награду. Это ты к нам обращаешься, как к дрожайшему посетителю. Ну, насчет карты, я не знаю. Мне что, мне опять идти в кабинет и разбираться с этим глобусом? Наверное, так. Потому что... Что я еще могу здесь сделать? Большинство дверей заперты. И та, которая с воронами тоже заперта. И экономка, которая оквуд, мне кажется, вряд ли чем-то поможет. Слушай, а здесь же есть что-то еще. Я же не ходила сюда. А, или вот это как раз-таки и выход. Это как раз-таки и выход во двор. Но мы можем и во двор выйти. Прикольно. Только что мы здесь найдем. Погоди. Мне показалось или что-то можно было рассмотреть? Свирепый лев пострадал от суровых погодных условий побережья. Господи, так это статуя льва, что ли? Да, особнячок-то богатый такой. Прям как будто тут не знаю, кто живет. А это что? На стене странный орнамент. Думаю, его можно двигать. Ты думаешь, или так и есть? Воу. Ох ты ж, боже ты мой. Опять. Опять загадки какие-то. Так. А, смотри-ка. Тут, значит, узор какой-то. Вот это башня, да? А вот это что? Это арка, под которой какой-то человек находится. Ну, можем мы его двигать. Ну и что с того? О, рисунков только два. И ничего не происходит. Наверное, нам попозже придется это сделать. Еще одна загадка, значит. Ну, с фонтаном точно ничего ты не сделаешь. Это прям сто пудов. Ну-ка, мисс Соквуд, вы мне еще что-нибудь скажете интересного? Помогите мне. Можно вас кое о чем спросить, миссис Соквуд? Конечно, доктор. А, вот, да. Профессор Райт что-то упоминал. Книга странствий. Не знаете, что это может быть? Конечно, доктор. Я хорошо знакома с этой историей. Очень хорошо. Он часто просит меня ее почитать. Книга должна быть в библиотеке. В библиотеке? Ну, значит, в том самом кабинете, где мы и были. Откуда мы серию и начали. Тогда пойдемте туда. Будем перерывать книжные шкафы. В поисках этой самой книги. Так, нам же сюда. А, нет, здесь закрыто. Пардон. Так, а, погоди, да, вот, вот сюда нам надо. Немножечко запуталась. Так, значит, книга. Книга, книга. Ну, наверное, надо здесь смотреть. Путешествие Марка Пола. Да, иллюстрированные издания. Возможно, это книга странствий, о которой упоминал профессор Райт. Одна из страниц помечена. Мы начали путешествие, пересекая безжалостную пустыню, лицом к заходящему солнцу. Наконец, мы пристали перед милостивым взором Великого океана. Мы следовали по побережью на север, надеясь, что в скором времени будем дома. Этого не должно было случиться. Правитель страны, которую мы пересекли, объявил войну великому хану. Поэтому мы вынуждены были возвратиться туда, откуда пришли. Мы никогда больше не вернемся снова на эти кровавые земли. Мы знали, что всего в нескольких милях к югу был порт, где мы могли бы найти лодку. Наше морское путешествие было коротким. Наши паруса наполнял мощный южный ветер. Мы добрались до самого восточного мыса и там высадились. Мы двинулись вперед, оставив море позади, и вскоре пришли домой. Это все? Все, что мы можем здесь прочитать? У меня есть мысль одна. Значит, сначала была безжалостная пустыня, лицом к заходящему солнцу. Безжалостная пустыня, потом океан. Океан, океан. Потом, видимо, было море, да, потому что на корабле не сели. Потом добрались до восточного мыса, двинулись и пришли домой. Так, где глобус? Глобус вот он. Пустыня. Вот. Потом получается... Вот. Скорее всего. А может быть, кстати, и нет. Допустим, вот, вот и вот. Неправильно, да? Но мы, кстати, можем смотреть. Да, я правильно угадала. Мы можем сюда подсматривать. Ну, давайте посмотрим еще раз. Пустыня. Милостивый взор Великого океана. Побережье. Так. А, и мы вынуждены были возвратиться туда, откуда пришли. А потом нашли лодку и потом... И потом добрались до восточного мыса. Но пустыня определенно вот здесь. Жаркая пустыня. Потом мы добрались до взора океана, да. Допустим, вот сюда. Потом мы вернулись... Слушайте, а я запуталась. Вернулись обратно. Потом, допустим, вот сюда, вот сюда и вот сюда. Нет, не так. Давайте еще раз смотреть. По побережью на север. Я в географии не сильно, вот честное слово. Как-то... Как-то вот, не знаю. Ну, вроде пустыню-то могу от океана отличить. А вот тут уже как-то и моря идут, и океаны. И что-то непонятно где. А если вот так... Потом вот так, например. Вот так. Вот так и вот так. Тоже не подходит. Что я не понимаю здесь? Может, я начинаю вообще не оттуда? Хотя нет, все же правильно. Это явно пустыня. Явно же пустыня. Может быть, сначала надо вот так. Потом, может быть, вот сюда. А потом вот так, вот так, вот так и вот так. Мне надо еще подумать. Слава Всевышнему! У меня это получилось наконец-то. Знаете, что надо было сделать? Я, в принципе, все делала правильно. Но надо было еще и зажать кнопку мыши. И надо, чтобы все эти континенты, получатся, одновременно были зажаты. Я со своим тачпадом еле справилась. Когда, наконец, последовал долгожданный щелчок. И мы что-то открыли. Кажется, я активировала скрытый механизм. В глобусе открылся небольшой тайник. Господи, идиотский глобус, блин. Ну и что там было? Запечатанное письмо. От Александра. Адресовано просто. Моему дорогому посетителю. Кауфман должен это увидеть, перед тем, как я его вскрою. Здесь все? Что я еле? Чертов глобус! Он меня выбесил! Ну нафиг, такие загадки. Мышка-то у меня есть, но я в последнее время ей не пользуюсь. Я отделила, в общем, этот USB-шник от компьютера. И не могу его теперь найти. Думала, все, не пройду теперь, пока не найду. Ну ладно, нормально. Давайте почитаем письмо. Что ж нам еще делать? Кауфман, посмотрите, я нашел конверт. Он был спрятан внутри глобуса. Его открыл чудной механизм. О, да, механизм точно чудной. Моему дрожайшему посетителю. Посмотрим, что внутри. Конечно, еще одна часть замысловатой загадки. Но зачем? Чтобы скрыть что-то? Или все это просто последнее деяние безумного и угасающего разума? Я все больше придерживаюсь мнения, что этот интеллектуальный замысел – загадка, выдуманная помраченным умом профессора. Он, быть может, и не осознавал, что прятал. Как-то мне нравится, как мыслит Кауфман. У него вот такие трезвые мысли. Что все это может быть просто из-за помраченного рассудка. Ну ладно, читаем. Тот, кто ищет мудрость, должен сначала познать собственную глупость. Осмыслите себя в душевном порыве, дабы познать то, что холодный глаз в логике не видит. Опять глаза. Да что ж такое-то? Холодный глаз. Загадка. И кто же этот посетитель? Это мне неизвестно, друг мой. Есть только один способ ответить на этот вопрос. Если мы сумеем найти ответ на загадку профессора, может, получится открыть и эту тайну. Конечно, тебе легко говорить. Ты тут уселся. Ведешь тут светские беседы с человеком, который практически овозь. Не хочешь мне помочь? Походил бы вместе со мной, поискал бы что-нибудь. Нет, я один должен все тут делать. Все за тебя. Вот в этих, в играх это зачастую и бесит. Когда окружающие тебе говорят, иди туда-то, сделай то-то, поколдуй там-то, найди это, принеси то. А вы почему не помогаете? Вы, блин, кто? Дорожайший посетитель, блин, который награду найдет. Какую награду? Письмо. Но холодный глаз, конечно, на что-то намекает. Мне кажется, мы сейчас должны выйти на задний дворик и отправиться к этим статуям, которые мы видели. Можем, конечно, еще разок спросить мисок. Вот, а ну-ка. Осмыслите себя в душевном порыве, дабы познать то, что холодный глаз. Логики не имеют. Вот холодный глаз. Как это понимать? Холодный глаз – это значит в переносном значении? Типа метафоры? Типа равнодушные? Или что? Или здесь игра слов, и это на самом деле что-то буквальное? Вот как помните, мы этот стеклянный глаз находили? Что-то вроде этого глаза, что ли? Или холодный глаз в том смысле, что на улице находится там снегом присыпанный. Вот поди и пойми. Погоди! А вот эта вот фигня на стене, она же была как раз-таки кругленькая в форме глаза. Может быть, нам ее стоит... Нам стоит приглядеться к ней, а? Интересные, конечно, загадки этот профессор сочиняет, будучи не в своем уме. Вот это вот не оно? Не, ну тут непонятно. Всего два изображения, и нифига не понятно. Значит, идем туда, куда я хотела изначально. Так, экономка свалила. Решила, что хватит чистить снег, потому что он все равно падает. А может быть, готовить пошла. Ну, ладно. Винить ее, что ли, будем за исполнение служебных обязанностей? Старый дуб. Фонтан. Больше ничего. Тогда сюда. Как вытащить вот этот предмет? Как его забрать? Непонятно. Видите, нельзя. Крупный план сразу пропадает. Мудрец снял маску. Так. Слушай-ка. Тот, кто ищет мудрость. Тот, кто ищет мудрость. Допустим, нужно сначала осмотреть мудреца. Тут крестьянка, тут священник. Может быть, на королеву посмотреть? Она тоже маску сняла. Священник скрывает лицо под маской. И крестьянка вроде как тоже. А хотя, может быть, знаете, с этими статуями ничего не надо делать. Мы просто на них смотрим. Глиняный сосуд. Кувшин какой-то. Что может быть там внутри? Вот очередной глаз или ключ какой-нибудь? Крепкое дерево. Ну, блин, только от одной загадки отделались. Тут другая она тебе. Слушайте, здесь же табличка. Вот я дубина. Не сразу заметила ее. Когда четверо снимут свои маски лжи, путь к могиле будет расчищен. Надо что-то сделать с этими, чтобы они сняли маски. С крестьянкой и со священником. А что вы мне предлагаете сделать вот только? Вот только что? Я не понимаю. Ой, ребят. Что-то сложно. Давайте возвращаться в особняк. Я ничего пока не придумала. Поищем там еще. Это мы сейчас в кухню же попадем, да? Давай еще поговорим с женщиной. Хотя она занята хлебом, что-то. Но, может быть, расскажет нам еще что-нибудь. Вот, да. Здорово, что можно ее спрашивать, действительно. А то к предыдущим, как не подходили, так и все. Больше ни о чем нельзя было их спросить. А тут каждый раз подходишь и что-то новое. Круто. Не знаете, профессор любит головоломки и загадки? Конечно, еще как. Он всегда был большим любителем всевозможных головоломок. В свои лучшие годы он каждый месяц устраивал вечеринки. Тематические званые вечера, как он их называл. Какие хорошие были времена. Кажется, будто это было так давно. Он устраивал тематические вечеринки. Я еще раз хочу посмотреть. Каждый месяц тематические званые вечера. И как это должно мне помочь? Как это должно мне помочь, а, дорогуша? Опа-на. Мы что, спички можем взять? Вот тебе раз. А я даже и не подумала об этом как-то. Подвал не пускают. Спички. Внимание, вопрос. Для чего нам спички? Может вот эту плиту затопить? Не? Лол. Затопили. А дальше что? Зачем мы это сделали? Ну нет, судя по всему, здесь все точно так же, как и было. Радиатор. А если у них есть радиатор, нафига им эти всякие чугунные плиты? Или может я что-то не понимаю? Подожди, смотри-ка. Я пропустила, блин, что он сказал. Но там было что-то про осмыслить и себя. Может это что-то про зеркало, да? Может быть холодный глаз это и есть зеркало? Хоть я вижу себя в зеркале, отражение странным образом искажается. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Позолоченная труба. Холодный глаз логики не видит. Если бы здесь, если наполнить ванну, например, горячую, если потом будет пар, зеркало может запотеть и там могут проступить какие-то или рисунки, или надписи. Может быть вот это имелось в виду? Отражение искажается. Но что-то, походу, чего-то не хватает. Чего-то мы еще с вами не сделали. Для того, чтобы все получилось. Знаете, мне очень нравятся эти загадки. Вроде и сложные. Вроде и ругаешься, но интересно и захватывает. Правда. Может быть, с Кауфманом поговорить? Только ответив на загадку, мы сумеем открыть эту тайну. Ну, блин, зашибись теперь. То есть помогать ты мне не собираешься. А может, эту дверь мы откроем, в конце концов? Да, блин. Позакрывали все, демоны. Чего-то я упускаю, ребят. А если я еще раз зайду в ванную? Блин, вот как так? Я пропустила, что он сказал про зеркало. Про какой-то холодный глаз. Ну, мне кажется, мы все делаем правильно. Здесь закрыто, да? Может, мы просто должны какое-то время подождать? И может быть, нам в библиотеку еще раз зайти? А, это мы что, заново опять это будем читать? Не, не надо. Мы же это все уже увидели. Уберитесь, пожалуйста. Господи, Марко Поло, какой ты настойчивый. Здесь точно все? Просто пустое отделение стенки и низа, биты черным бархатом. А может, я эту дверь смогу открыть? Черта с два. Вот черта с два мне, а не дверь. Погоди. У меня идея. Или нет, или это не сработает. Ну, по-любому надо что-то сделать в ванной. Просто по-любому. Ну-ка, зайди сюда. А, нет. Это не прокатит. Позолоченная труба. Спички я тут больше нигде не использую. Да. Понятно. Тогда выходи. Тогда выходи и будем думать. Холодный глаз логики не видит. Холодный глаз логики не видит. Может, мы еще здесь что-то упустили? Но вроде как нет. Ну, и что? Чугунная дровяная плита. И что с того? Понятно, что до комнаты наверху она идет. Старый чайник. Опача! А в чайнике холодная вода. И... А, ребятки, вот что нам надо было сделать. Нам надо было чайник подогреть. Вода скоро остынет. А пока она не остыла, значит, надо бежать наверх и, скорее всего, наполнять ей ванную, да? Я успею? Интересно, я успею? Ой, хоть бы я успела. Хотя там же вроде кипяток и не должен так быстро остыть. Но, тем не менее. Нет? А как тогда? А, вот так, вот так надо было сделать. Точно, ребят, точно. Осмыслить себя в душевном порыве. Познать то, что холодный глаз логики не видит. Струящийся из чайника пар выявил скрытое сообщение. Еее! Я додумалась до этого. Добавлю эту загадку к письму. Так какую загадку? Ты хоть прочти. Ну? Черт, побери. Я нетерпеливая просто. Я не дождалась. Простите. Читаем. Познав себя, вы сможете взглянуть на своего хозяина. Встретите его испытующий взгляд и попытайтесь понять, что в нем сокрыто. Так вы узнаете вопрос, если не сам окончательный ответ. Круто. Любопытно, что хоть запотевание испарилось, сообщение остается видимым. Взглянуть на хозяина, да? Или как там было? На своего хозяина. А кто мой хозяин? Вот этот вот райд в смысле? Ага. Хренушки. Тоже хренушки. Блин, неужели мы этот шкаф так и не откроем? Мне прям интересно, что там. Как так? Мы можем смотреть на шкаф, но не можем его открыть. Это как-то бредово. Ну окей, это была прикольная загадка. Конечно. Ответила на нее. Сама вроде как долго сильно думать не пришлось. Конечно, она... Да, хорошая загадка. Приятно. О! А это мы не рассматривали? Я думала, там и нету ничего. Несколько засохших веток. А, нет, они нам не пригодятся, эти ветки. Я уж думала, сейчас возьмем. Ну, тут портрет Райта. Блин, Райт так-то хорошая фамилия. Знаете, Райт это ведь создатель Симса. Моей любимой игрой. Эээ, бэ-бэ-бэ, взгляни на своего хозяина. Я опять пропустила. Да почему я отвлеклась-то? Надо было посмотреть на портрет, ребят. Вон оно че. В общем, надо было посмотреть на портрет. Как я и предполагал, небольшой ключ, прикрепленный сзади картинной рамки. И записка. Добавлю эту загадку к письму. Ну все, теперь мы терпеливо ждем, и я ничего не трогаю. Глобальный вопрос мира от вершины самой высокой башни человечества. Башня. Ну, я уже знаю, что делать. Он жаждет ответа от начала корня жизни и по сей день. Это все? Так, вперед к башне. Хотя, погоди, у нас... У нас есть золотой ключик. Мы этим ключиком откроем потайную дверь. И сможем, короче, как этот... Буратино в волшебную страну убежать. А этого льва мы не рассматривали. У этого льва вообще башка отсутствует, кстати. Тут хотя бы с головой. Ладно, вот здесь должна быть башня. Просто сто пудов. Ну, что делать с этой башней? Вот вопрос. Ну, башня. Алло. Может быть, ключик надо сюда вставить? Нет? Погоди. А если вот так оставить и вставить ключ? Хотя, куда его там вставлять-то? Это же вроде просто изображение. Ну, я проверю. Нет, нельзя. Ну, тогда ставим башню. Все равно. Так, куда ж ты вышел? Я хотела поставить. Эй. Может быть, ключ как раз-таки нужен к тому памятнику? А, хотя, что я туплюсь? Слушайте, в доме столько запертых дверей. Скорее всего, ключ оттуда. Скорее всего, у нас еще, кстати, и спички остались. Да, смотрите, комокрыш даже и применить-то сюда не можем, поэтому зря я сюда зашла. Пойдемте тогда искать комнату, которую можно открыть. Ну, этот оккультист, конечно, дает. Воно придумывал. Ну, знаете, его загадки хотя бы можно разгадать. Это вам не Дэвид Линч, где можно прям вот любую интерпретацию его фильма взять, и вы будете правы, потому что это ваше зрительское восприятие. А многие шутят, что он сам не знает, что снимает. Как-то так. Это дверь. К этой скважине не подходит. Может быть, от подвала ключ? А, в смысле, какой от подвала? Тут-то чердак находится. Подвал там внизу на кухне. Ну, мы попробуем. Мы все попробуем, все проверим. Ну, это было просто. Окей. Let's go forward. На чердаке, конечно, множество всяких разных вещей. Чердак, кстати. Именно на чердаке ведь повесился Энтони Вичвард. Я надеюсь, мы здесь не найдем никакого трупешника. Хотя, всякого можно ожидать. Какой-то круглый механизм. Вот. Это... Это, видимо, то же самое, что и из башни. Смотри. Здесь тоже два изображения. Вот, видимо, это соловей, наверное, поющий. Или ворона. Потому что в этой игре какой-то культ ворон. А это птичка, которая взлетает в небеса. Хорошо. Если внизу мы ставим башню... Сейчас я посмотрю. Эй. Глобальный вопрос мира от вершины. Самая высокая башня человечества. Жаждет корня. Не, если честно, я не поняла. Если от самой высокой башни, то, возможно, надо оставить вот это. Может быть, таких механизмов мы еще даже найдем не один и не два. Никого знает, что это. Это необычный электрический прибор. Но он как бы на граммофон похож, разве нет? Я не знаком с его назначением, но могу сказать, что часть оборудования отсутствует. Погоди. Но вот это явно как от граммофона, ведь да? Как радиоприемник, слушайте. Только здесь еще лампочка. Как такие предметы называются? Ну, не радиоприемник, а... Блин, никого знает. Я вам сейчас точно не скажу. И нам тут еще надо что? Частоту какую-то выставить? Или это не частота вовсе? И что-то здесь еще и отсутствует. Мы еще что-то должны найти. Елки-моталки. А не то ли, что в памятнике находится? Господи! А как это все решить-то? В окошко можем выглянуть? Да ладно. Да ладно. Вот этот прикол. Смотрите. Ответ стремится к нему еще с начала жизни и с самого времени. Я должен проверить, есть ли что-то сокрытое возле дерева. А где ты это про ответ вообще сейчас нашел? А, или это было то, что выше башни. Да, я должен проверить, есть ли что-то сокрытое возле дерева. Хорошо, спустимся, проверим. А как насчет вот этого всего? Ну, здесь-то все по-прежнему. Ничего нового. Как бы мудрец и крестьянка. Окей. Тебе лишь мне к дереву спуститься. Так, погоди-ка. Тут больше ничего. Значит, найти детальку, недостающую от этого странного прибора. Понять, какое изображение выставить на вот этом шаре. Нет, подожди, давай сейчас мы не будем это пробовать. Я пока все равно не очень хорошо поняла эту загадку. Не уверена, что поняла. Полки уставлены старинными украшениями, предметами из металла и трубами причудливых форм. И ничего мы здесь не найдем. Да? Ты это мне хочешь сказать? И тут тоже ничего. Ну, ладно, давайте, короче, спустимся к дереву. Посмотрим, что там будет. И потихонечку будем двигаться к концу. Так, нам сюда. Угу. Готовь. Никогда не видела, как люди расследованием занимаются. Ну, смотри. Кажется, что под толстыми корнями что-то спрятано. Еще одна записка с прикрепленным к ней ключом. Класс. Так и будем сейчас бегать и искать ключи. Ну, рай, ты даешь. А, вот, значит, и тогда вы сможете подняться на невероятные высоты и оттуда узреть вплоть до самых глубоких корней. Мне кажется, я просто не дочитала это, когда предыдущую записку получила. Или я прочитала, но не уделила внимания. Эту истину наши предки знали и с каменным молчанием пребывали в неведении. О, ну это уже прямая отсылка к статуям. Этот ключ с гравировкой в виде пера. Я знаю, что он должен открыть. Догадываюсь, по крайней мере. И давайте в следующей серии мы с вами эту догадку проверим. Ну, в общем, заканчиваем серию. Классно. Фух. Я как-то начинаю приободряться. Это, конечно, с глобусом ситуация меня чуть не вывела из равновесия. Подбесила немножечко. Но, в конце концов, хорошо, что все закончилось благополучно. Интересные загадки. Хоть и приходится бегать туда-сюда, но все-таки интересно. Ну, как обычно, спасибо вам большое, что смотрите. Всем всего доброго. И пока, ребят. Увидимся с вами в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok